так есть есть так замечательно и где я вижу три точки нет когда ты сейчас начнешь делать шерту тебя перейдет значит так сейчас демонстрация демонстрация экрана вот так ну да мы посмотрел они тебя сейчас не нужны понимаешь ты только потом потом в конце ты сделал стоп-шер у тебя снова перейдет вниз запись и тогда ты можешь сделать нормально ее вырубить и все хорошо за 7 я вас покидаю наверно пока 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 и так здравствуйте дамы и господа рад приветствовать новые лица и мы продолжаем наш замечательный курс сегодня 32 занятие и мы сегодня разберем два отрывка из недельной главы которая называется вояк эль на этой на прошлой неделе в эту субботу в последнюю субботу мы разбирать две недельные главы сегодня мы попробуем разобрать два отрывка правда они обе оба относятся к первой недельной главе вот еще в эту субботу было несколько знаменательных событий закончили мы с помощью вторую книгу торы книгу шмот книгу исхода и так сказать это отметили дружно восклицая хазак хазак кроме того был шаббат мевархим ходыш нисан последний суббота месяца адар 12 месяца года и мы объявили что в четверг точнее в среду вечером начнется уже первое число месяца нисана этот месяц нам велено считать первым месяцем среди месяцев года и он выделен так потому что именно в этот месяц произошел исход евреев из египта как мы читали книги шмот которую мы собственно и закончили вот что еще интересного мы значит читали поскольку это была последняя суббота перед рож ходыш нисан мы читали еще отдельно вот более подробно я вам рассказывать не буду все это можно в интернете нагуглить вот ради новоприбывших я скажу несколько слов относительно того как строится наш курс прежде всего в телеграме есть страница нашего курса и там можно задавать вопросы и там можно высказывать замечания и пожелания по поводу нашего курса и документы я ставлю туда документы которые нам нужны при работе далее имеется архив наших занятий вот и ну например например я вначале отдельно давал еврейский алфавит огласовки правила чтения для тех кто с этим не знаком вот и не так давно мы закончили с вами с группой а а все что связано с чтением вот а группе b я значит даю уже более сложное задание я рассчитываю что они могут прочитать все что написано и даже знают какое-то количество еврейских слов сейчас с группой а мы в начале занятия пробуем читать текст просто ради практики чтения чтобы проверить насколько помнят ученики буквы и мог прочитать вот и с какими-то словами мы собственно с ними познакомимся вот что касается группы большую часть занятия я буду заниматься с ними значит мы берем некий отрывок как правило из недельной главы вот и разбираем на примере его какой-то интересный момент последнее время мы последовательно занимаемся таким вопросом у нас есть текст и перевод перевод мы стараемся брать всех возможных переводов самый дословный значит мы читаем текст и параллельно смотрим в перевод и понимаем какие слова что означают так поскольку некоторое количество слов мы уже знаем так а если когда мы встречаем непонятное слово во первых мы стараемся найти его в переводе так найти какое слово перевода ему соответствует и разобраться почему во вторых а мы стараемся его запомнить в третьих мы анализируем почему она стоит стоит в такой форме именно в такой форме в иврите в ивритском сексе а не другой вот и сегодня я покажу вам как можно пользоваться таблицами вот такими таблицами как вот то что я вам сейчас показываю видно таблицу надеюсь так значит дамы и господа если есть вопросы пожалуйста задавайте включайте микрофон либо пишите в чате так к сожалению вот в чат я попытался поставить отдельным файлом вот эту таблицу меня почему-то не получилось еще нет вроде бы получается вот нет сесть включена что-то не получается ну ладно в любом случае эту таблицу вы найдете в телеграме и сейчас первых во первых давайте 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 откроем откроем собственно наш наш файл наш текст и так книга называется шмот вот это слово перик означает глава ламет эй означает 35 его значение численное ламет буквы ламет 30 а буквы эй 5 теперь немножко поработаем с группой а с группой а которая только-только знает буквы и может быть определенные какие-то слова и так не обращаем внимание того что некоторые слова у меня выделены давайте попробуем почитать группе b я думаю это тоже будет не вредно итак первая буква слова это вав что что такое вот этот альф это номер фразы номер пасука и так первая буква бав вот она и под ней стоит горизонтальная черточка это огласовка то есть вопросы не расслышал если если надо повторите так что означает вот это в начале слова во всех это соединительный союз и во вторых мы с вами говорили об этом многократно Если перед глаголом стоит «ва» или «ве», это переворачивает форму время глагола с будущего времени на прошедшее и наоборот. Итак, попробуем сейчас отбросить это «вав». Дальше идет, собственно, глагол. Первая буква «юд» – это префикс будущего времени. Так, теперь есть этот префикс «юд» – «е», это значит, что речь идет о будущем времени единственного числа мужского рода третьего лица, то есть он сделает. Дальше три буквы «куф», «гей» и «ламед», корень обозначают, определяют корень. Корень этот означает «собирать вместе». Отсюда слово «кагаль» больше, отсюда слово «кэгила» – общество, например, «кэгилат кодэш» – это священное собрание. Так называется, например, еврейская община какого-то города или какой-то, допустим, какой-то синагоги. Значит, по огласовкам мы видим, что это за форма «якагель» – это «собрал», «он собрал». Но мы говорили с вами, что буква в начале не только добавляет «и», а в большей степени даже важно нам то, что будущее время этой буквы переворачивается на прошедшее. Извините, «якагель» – это «и соберет», а «ваякель» – это «и собрал». «Якагель» – это «будущее время соберет», а «ваякель» – это «и собрал». «И собрал» – дальше идет имя Моисея. Буква «мем» с точкой наверху, вот она, точка, над «мем» слева. Значит, эта точка, огласовка называется «холам хасер» – это «о». Дальше идет буква «шин». Почему «шин»? Потому что точка над ней стоит справа. Это значит, что буква звучит «ш» и называется «шин». Итак, огласовка под ней, три точки. Что это? Это огласовка «сайгола» – «э». Дальше идет буква «эй», которая здесь не звучит. То есть «бхэй» – последнее в слове без точки и без огласовок, не звучит. Получается «моше». «Моше» – это имя, которое по-русски переводится «моисей». Дальше идет слово «эт». «Эт» ставит следующие слова или выражение в винительный поддержку. То есть, кого-чего. «Коль» – это «все», «весь». Дальше идет слово «адат». «Адат» – это не что иное, как «смехут» – форма сопряженного сочетания от слова «эда». «Эда» – это «сборище». Дальше. «Бней» – это «смехут» множественного числа слова «бен». «Бен» – это «сын». «Баним» – «сыновья». «Бней» – это «сыновья» чего? «И-с-ра-эль». «Буква «ют» с огласовкой «и-и». Дальше буква. Обратите внимание, что в отличие от этой буквы, у нее точка стоит над левой ветвью, поэтому это не буква «шин», а буква «син». «Огласовка под ней» – две вертикальные точки «шва» – отсутствие гласного. «И-с» – дальше идет буква «рэйш» с огласовкой «камац» – «ра». Дальше идет буква «али», в которой сама не звучит, а огласовка у нее «эй». Извините, «цэрэ» – «эй». И дальше идет буква «ламед» – «лэ». Получается слово «израэль» – «израэль». «Бнэй» – «израэль» – «сыновья» Израэля». «Адат» «бнэй» – «израэль» – «сборище собрания сынов Израэля». А «эт» – «коль адат» – «бнэй» – «израэль» – это значит, что Моисей собрал кого-чего. Все собрание сынов Израэля. Так. Мы не обращаем внимания вот на эти черточки. Они, в общем-то, нужны только для связности. Это как знаки препинания. Так. Считаем следующее слово. Должно у нас получиться «ва-йо-мер». Итак. Буква «вав», как мы знаем, переворачивает время. Так. Буква «юд» – «юд» – «это будущее время он сделает». Да. Огласовка у буквы «юд» – вот это точка. Ну, получается, что она над буквой «алиф», но относится она к букве «юд». Точка – это «холамхасер-йо». «Ва-йо». Дальше идет буква «алиф». Получается, что буква «алиф» в этом слове не имеет огласовки. С буквой «алиф» иногда такое бывает. Буква «алиф» сама не звучит и огласовки не имеет. Чем же она нужна? Она корневая. Корень этого слова «алиф», «мэм» и «рейш», «амар» – это значит «говорил», «сказал». «Йо-мэр» – это «он скажет», «ава-йо-мэр» и «он сказал». Дальше идет слово «алей-хэм». «А-лей-хэм» – это что такое? «Алиф» и «ламед» – это «к» чему-то, в направлении чего-то, в отношении чего-то. «Хэм» – это третье лицо множественного числа мужского рода. То есть «они» – «к» – «ним», «так» – «сказал им». И «сказал им» – «вайомер», «алей-хэм». Вот мы разобрали весьма подробно первую фразу «пасок» – «алейф». Так, хорошо. Что-то еще я хотел дать в группе «а»? Да, наверное, и нет. Ну, еще какие-то вещи неочевидные, может быть, я скажу. Я скажу специально для них. Ну, вот, к примеру, что вот это вот слово – это имя Всевышнего. Оно не читается так, как написано. Вот. А почему же оно обозначается именно вот этими буквами? Буква «ют», буква «эй», буква «вав» и буква «эй» снова. Это четырехбуквенное имя, которое называется греческим словом «тетраграммантон». Намекает на то, что Бог неизменен. Был, был, есть и будет. Слово «гове» имеется, находится в прошедшем времени, в настоящем времени и в будущем времени. Да, если все эти три формы наложить друг на друга, получится что-то вроде вот этих букв. Так. Ну, это я больше для новичков рассказываю. Так. Теперь перейдем к разбору, к разбору, собственно, наших, нашего текста. Ваякель я достаточно хорошо разобрал с группой «а». Что это такое? Собрал от слова «кагаль», да, этого корня. Так. Читаем дальше. «Эле гадварим ашер цива адонай». Так читается имя Всевышнего. Вот слова, которые приказал, заповедал, цива, как митцва заповедь, да. Ну, что еще? В благословении мы говорим «ашер кедышану, но митцвотав», которая светилась своими заповедями, «вецивану», и обязал нас, и заповедал нам. Цивашем, лаасот, лаасот – это инфинитив, сделать. О-там. Что такое отам? И что иное, как вот такой союз «эт», то есть кого-чего, с окончанием «ам», который указывает на множественное число третьего рода, третьего лица мужского рода, да. О-там – это «их». Что у нас получилось? Вот вещи, которые приказал Всевышний сделать «их». Я даю дословный перевод, да. Шэшет ямим. Штэш – это шесть. Шэшет – это буквально шестерку. Ямим от слова «йом» – день, ямим – дни. Шесть дней. Внимание. Тэ-а-сэ. Мэ-ла-ха. Будет делать работа. Если бы здесь стояла другая гласовка, мы прочитали бы «та-асэ». Та-асэ – это «ты будешь делать», да. Ну, к примеру, в десяти заповедях, в десяти речениях у нас есть слово «та-асэ». Шэшет ямим. Та-вод вэ-асэ-мэ-лах-тэха. Шэшет ямим. И работай, и делай работу твою. Здесь написано «тэ-асэ». Это «пассив» – форма глагола в пассиве. Это значит «будет делать работа». Интересный комментарий. На то, почему здесь именно такая форма. Посмотрите сами. Посмотрите по ссылке, скажем, в переводе, которым мы будем пользоваться. Ну, вот могу вам показать. Вот когда я открываю это. Так. Что это такое? Тридцать пятая глава. Шесть дней. Делать должно работу. Давайте посмотрим. Здесь. Так. А, здесь нет этого. Комментария. Ну, ладно. Раз уж я вас заинтриговал, вот, я тогда сам скажу, если человек работает не ради обогащения, не потому что он хочет побольше иметь, побольше заработать, потому что работать необходимо, чтобы жить. Но понимает он, что основной смысл жизни не в работе, а в исполнении заповеди Всевышнего, то работа у него будет идти как бы сама. Она будет делаться как бы автоматически. Я знаю человека, который работает на простой работе 8 часов в день и зарабатывает, чтобы кормить свою семью. Я знаю человека, который имеет гораздо более квалифицированную работу, да, и за один час он зарабатывает, наверное, раз в 10 больше. И, конечно, он мог бы работать 8 часов в день, вот. Но у него одна семья, у него нет 10 семей. Поэтому он работает в день навсего 1 час. А в остальное время, да, он занимается изучением Торы, чем, собственно, и мы с вами занимаемся. Так. Замечательно. Продолжаем, продолжаем. Ну, вот я покажу вам, кстати говоря, здесь у меня открыт во второй ссылке текст, откуда я, собственно, его и скопировал, вот, копипастингом. Вот. Но мне удобнее работать с текстом, который я уже разметил. Итак, слово ТАСЭ – это пассив. Пассив глагола, означающий «как делать». Так. А теперь слово МЕЛАХА. Здесь мы видим тоже букву АЛЕФ без огласовки, да. Если бы не было этой буквы, то мы имели бы слово от корня МЕЛЕХ. МЕЛАХ – это царь. Но МЕЛАХА – это однокоренность со словом МЕЛАХ. Слово МЕЛАХ мы означаем кого? Обозначаем Ангела. Почему? Ангел называется МЕЛАХ, потому что он исполняет некое поручение Всевышнего. Он делает его работу, его МЕЛАХА. Мы знаем, что есть другое слово для обозначения работы. АВОДА – это ЭВЕД – РАБ. АВАДИМ ГАИНУ – РАБАМИ мы были. Так. И я упомянул это слово. В десяти заповедях, да. Чешет ямин ТААВОД – шесть дней работай. В ТААСЕ – МЕЛАХА – и делай работу. Чем отличается АВОДА от МЕЛАХА? Термином МЕЛАХА в ГАЛАХЕ, в практическом законе, обозначает ту работу, которую в субботу делать нельзя. То есть АВОДА – это, например, ну, например, что? Ну, я приведу пример. Вот, скажем, РАВ в Синагоге. Какая его АВОДА? АВОДА – его работа, его служба, его служение заключается в том, чтобы, допустим, вести молитву, чтобы, допустим, правильно читать ТОР по свитку, чтобы давать уроки, да. Все то же самое он может делать и в шаббат, и в субботу, да. Делает ли он МЕЛАХА? Нет. Потому что действие, которое классифицируется как МЕЛАХА, да, в его работе, в его АВОДА – нет. А вот, например, зажечь спичку или нажав кнопку «вызвать лифт» – это МЕЛАХА. То есть не совсем правильно, а иногда и совсем неправильно, слово МЕЛАХА переводить как «работа». Но в данном случае, в данном контексте смысл именно такой. Будет делать с работой. УВАЙОМ ХАШВЯИ – в день седьмой. ИЕ будет. Вот это, кстати, будущее время. Посмотрите, как это слово похоже графически на сетерограмматон, на четырехбуквенное имя Всевышнего. Потому что, в общем-то, этот символ составлен из трех слов от этого корня. Вот это прошедшее время, а есть еще настоящее будущее. ИЕЛАХЭМ – это второе лицо, множественное число мужского рода для вас. КОДЭШ – святой, священный. ШАБАТ – суббота. ШАБАТОН – слово ШАБАТОН. Да, такое же, как слово ШАБАТ. Я, по-моему, не посмотрел, как оно переводится в словаре. Но, собственно, это не поздно. Давайте я поставлю это слово в словарик. Минуточку. Ну, возьмем, допустим... Сейчас я открою. Минуточку, извините. Чуть-чуть мы... Тормозит немножко. Чуть-чуть тормозит. Вот. Открываю я русско-евритский словарь. Кстати, я его тоже рекомендовал нашим слушателям. Вставляю сюда слово ШАБАТОН и посмотрим, что вам даст этот словарь. Не всегда этому словарю можно верить. В большинстве случаев да. Значит, тут переводятся современные значения. ШАБАТОН – нерабочие дни. Оплачиваемый отпуск, на который имеют право преподаватели раз в семь лет. ШНАТ ШАБАТОН. Ну, в принципе, это идет все отсюда. Но библейское значение... ШАБАТОН – это то же самое, что суббота. А что нам дает перевод? Так. Догадываюсь, что это будет суббота отдыха или суббота отдохновения. Так. Давайте посмотрим. Суббота – прекращение работ. ШАБАТОН здесь переведено как прекращение работ. Так. Хорошо. Согласен. Так. ЛА ГАШЕМ – вот это имя Всевышнего. Вот оно. ЛА – это значит для кого-то, к кому-то. Суббота – прекращение работ для Бога. Дальше. КОЛЬ – всякое. Всякий. ГАОСЕ – делающий. ОСЕ – настоящее время. ВО – в него. Хоть это слово состоит из двух букв, да? Оно соединяет в себе два слова. В или Б – это В. А О – это указывает на НЕГО. В НЕГО – в этот день. МЕЛХА – каждый день действует, делающий. В этот день. МЕЛХА – да? То есть конкретно какие-то действия, которые в субботу запрещены, да? ЮМАТ – будет умершлен. То есть заслуживает смерти. Не надо понимать как то, что я вижу, что в субботу некий еврей вызывает лифт, и я обязан его убить. Нет, конечно, дело не в этом, да? Но, но, но надо знать, что значение субботы весьма и весьма велико. Это подчеркивается, в частности, и здесь. Ну, естественно, все это относится только к еврейскому народу, с которым Всевышний заключил завет. Человек, который принимает еврейскую веру, он становится автоматически евреем. Далее. ЛО ТЕ ВААРУ ЭЙШ. Не разводите или не переносите, не распространяйте. Слово ЭЙШ означает огонь. Здесь корень, вот он, БЕЙТ АЙМ РЕЙШ. О-ЭР, это буквально полыхает. А форма здесь, буквально, это будущее время, множественное число. Не переводите, не переносите огонь. БЕХОЛЬ. Корень здесь, ЙОШЕВ, буква Ют, первая буква корня, выпадает. МОШАВ, это место, где сидят, точнее, место, где живут, где находятся. МОШВОТ, это множественное число. ХЕМ, это ВАШИ. Во всех, получается, жилищах ВАШИХ. БЕЙОМ, день А, шаббат. День Субботний. Что означает вот эта штуковина, я вам объяснять не буду. Она, так сказать, чисто механическая. Нам эта пометка не нужна. Так, мы разобрали с вами несколько слов вот здесь. Теперь более подробно. Давайте рассмотрим определенный отрывок. Чем удобна та недельная глава, которую мы читали с вами в прошлую субботу. Но, на самом деле, не только она, но и близких к ней. Зато в этой главе, в этих главах, начиная с глав Трума Тецаве и дальше Ваяк Эль и Пекудим, описывается, очень детально описывается строение храма, храмовая утварь, одежда священников. И, соответственно, там много-много терминов, которые в современной жизни не используются или почти не используются. И если человек, который немножко знает иврит, ну, например, потому что он приехал в Израиль, скажем, 10 лет назад, вот, и как-то общается на иврите, да, он встречает эти слова, да, эти слова он не знает. Эти слова он не знает, да, вот, и чтобы разобраться, у нас есть перевод, у нас есть комментарии, и у нас есть картинки. Не так давно, в прошлом, нет, наверное, в позапрошлом занятии, я давал вам, я поставил в Телеграм, наверное, нашу группу обсуждения в Телеграме, картинки, иллюстрации, например, одежд священнослужителя, когда мы их разбирали. Сегодня мы обойдемся без этого, но вот покажу вам, как, как с этими новыми словами нам разбираться. Итак, вот текст на иврите, вот текст на русском языке. Сейчас мы сюда подойдем. Вот, на самом деле, вот где-то начиная отсюда, и далее все эти термины я просто списал отсюда. Поскольку мы пользуемся этим переводом, да, я взял те термины, которые используются здесь, хотя другой переводчик может назвать это как-то и иначе, да. Итак, смотрим сюда. Пасук Далет, то есть фраза номер четыре. Во йомер муше эль коль адам на Исраильный мор. И сказал Моисей всему собранию сынов Израиля, говоря, Вот слово, или вот дело, или вот речь. Ашер, которую Цива заповедал, Ашем, Бог, Леймор, говоря. Ну, тут нет новых слов. Тут все слова известны тому, кто хоть немножечко, хоть изредка читает Тору. Да, вот. Дальше идут тоже слова известные. Кеху возьмите. Ме ит хем. От вас. Трума. Слово трума мы разбирали не так давно. Недельная глава называется трума, которую мы читали несколько недель назад. Это подношение, добровольное приношение. Ла Гошем, Богу. Дальше идёт слово коль, всякий. Надив. Либо. Либо – это сердце его. Что такое надив? Надав – это. Нодев – это. Давать труму. То есть давать что-то от себя. Дез, воз, мез, дно. Ну, давайте я посмотрю вам перевод. Итак, это фраза номер пять, да? Вот она, фраза номер пять. Всякий побуждённый сердцем своим, да? Вот интересный комментарий здесь. Сможете почитать сами. Так. 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 Яви эйга. Яви – это принесёт. Яви эйга. Её. Кого её? Это должно относиться к слову женского рода. Вот оно, это слово трума. То есть добровольное подношение. Эт трума Та Гошем. То есть, кого чего? Труму. Подношение Бога. Теперь посмотрите на дальнейшие фразы. Вот в этих фразах встречаются вот все эти термины, которые я вставил вот в эту таблицу. Но, к сожалению, таблицу я вам отдельно показать не могу, поэтому будем просто перебегать. Представим себе человека, который знает слова современного иврита, но не знаток иврита Торы, иврита Библии, итанаха и так далее. Слово «загав», наверное, он знает золото. Это вполне современное и вполне употребимое слово. Дальше. Слово «кэсэф» имеет два значения. Во-первых, серебро, во-вторых, просто деньги. Конечно, современному человеку прежде всего ждёт на ум деньги. Но здесь имеется в виду именно хомер, вещество материал, серебро. Дальше. У-нехошет. Слово «нехошет» означает «меть». Что я делаю? Я сделал копипастом, перенёс эти вот три термина в таблицу. Допустим, даже человек не знает этих терминов. И вот он открывает. Допустим, он не живёт в Израиле, не пользуется ивритом быту. Вот он открывает перевод. И видишь, что начиная отсюда, идут эти слова «золото» и «серебро» и «метьи». Смотрим в нашу табличку. Вот этот термин – это перевод. Загав – золото. Во-ва-хасеф. И серебро. Во – это соединительный союз, как вы понимаете. У-нехошет. У – это тоже такая форма того же соединительного союза. Нехошет. Вот начиная отсюда. Мы выделим. То есть не вот так даже. Нехошет. Вот оно слово. Если у мы это бросим, то останется Нехошет-меть. Хорошо. Дальше идёт фраза номер шесть. Буква «в». У-техалет. Слово «техалет» не такое употребимое. Как оно здесь переводится, мы можем посмотреть его. И синиты. Мы можем, так сказать, сообразить, что то, что названо у нас в тексте слов «техалет», переводится в данном переводе как синита. А что такое синита? Так? Ну, это не совсем русское слово, да? Я, например, ни разу не слышал на улице в разговоре слово «синита». Ну, на юриде я иногда слышу слово «техалет», но это слово, в общем-то, тоже несовременное. Оно обозначает, во-первых, вещество, краску, а во-вторых, цвет. Цвет – это глубокий синий цвет. Краска эта добывалась из особого морозка. И, значит, тот, кто читает «Шма Исраэль» в нашей молитве, знает, что в третьей части «Шма» используется это слово. То есть, говорится о том, что вот этой краской, этим цветом, должна быть покрашена одна из нитей цицит. Цицит – это специальные кисти, которые должны быть прикреплены к углам четырехугольного одеяния. Если одеяние четырехугольное, тот, кто видел молящегося еврея в талите, знает, о чем идет речь. К углам талита привязаны специально завязанные кисти. Так вот, в те времена, когда тхелет производился, когда знали, из какого именно моллюск и каким именно образом этот тхелет добывать, одна из нитей цицит была покрашена этим цветом. Здесь переведено это как синита. Ну вот, захотелось им использовать такое слово. А дальше это слово «вааргаман». Смотрим по переводу. Видим, что аргаман переводится как пурпур. Слово «пурпур» или «пурпур» я, конечно, слышал. Но что оно означает, я могу, собственно, и не очень-то знать. Оно в таки да что-то означает. Вот, кстати, отдельно табличку. Давайте я вам так вот поставлю. Иногда нам будет это удобно. Так. Слово «пурпур» – это определенный цвет. Интересно, что в Муде описывается, объясняется, что вот когда из этого моллюска добывали краску глубокого, насыщенного синего цвета, моллюска, значит, ее надо было вываривать. Вот когда ее варили должное количество времени, получалась темно-синяя краска. Если ее варили дальше, то она становилась пурпурной. Используется это слово «аргаман». Буквально несколько поколений назад, да, несколько еврейских ученых почти одновременно открыли секрет. Нашли этого моллюска и нашли способ, как получить из него пресловутый тхелет – темно-синюю краску. И, соответственно, было сделано открытие. Раз мы теперь знаем, что такое тхелет, почему бы нам не вернуться к исполнению заповедей, как она написана в Торе, почему бы нам не окрашивать нить цицит вот этой краской. Тем не менее, немногие пошли за этим открытием, да. И вот буквально не более лет 15 назад, да, к этому открытию добавилось еще одно интересное, что сделал его еврей из России. Он в процессе добывания краски, да, он эту краску продолжал вываривать. Действительно, из темно-синей краска стала пурпурного цвета, то есть насыщенно красного, так. Тем самым доказывается, поскольку в Талмуде где-то содержится указание на то, что тхелет, переваренный, становится аргаман, да, соответственно, это было дополнительным доказательством того, что секрет тхелет действительно открыт. Но все же, значит, смотрите, я помню, что вот именно где-то 15 лет назад гораздо большее количество евреев в Израиле стали пользоваться тхелет, стали носить кистью с синей нитью. То есть никто не скажет, что это обязательно, потому что в свое время рабы постановили, что исполняется эта митцва и без тхелета. Вот. Поэтому, собственно, тот, кто носит цицид и без тхелета, он тоже исполняет заповедь. Но, но, но многие сочли, что вот, так сказать, это не случайно, это не зря. Вот. И стали пользоваться этим открытием. Это тхелет эргаман, перевод синита и пурпур, да. Дальше. Обратите внимание, что вот это слово я выделил желтым отдельно. И вот это отдельно, да. А вот эти два слова я выделил вместе, потому что это единый термин. То лад шаны. Перевод здесь первенеца. Я не буду тратить много времени и объяснять вам, что это такое. Это тоже шерсть, покрашенная в красный цвет. Червленица. Мы берем это отсюда же. Так. Или червленица. Я даже не знаю, как правильно, поскольку это слово, в общем, сейчас особо неупотребимо. Смотрим дальше. Так. Дальше. То лад шаны. Это хоть два слова. Это единое выражение. Ва шеш. Слово шеш, которое обычно означает, что шесть, да. Здесь оно означает нечто другое. Когда я в свое время без перевода пробовал с этим разбираться, слово шеш меня несколько смутило. Но здесь перевод слова шеш виссон. Что такое виссон? Может быть, здесь есть какое-то... Если есть пояснение где-то, то это было раньше на несколько недельных глав, когда мы впервые с этим словом столкнулись. Ну, здесь написано виссон. Будем считать, что это некий материал, который называется виссон. Смотрим дальше. Так. Вот он виссон. Так. Дальше идет слово визим. Визим перевод нам дает козий волос. Волос стоит в скобках, да. Слово добавлено ради связности. Слово изим, если мы посмотрим в словаре, слово эз, это действительно означает коза. Изим это коза. Так. Так. Вроде бы все совпадает. Продолжаем смотреть наш текст. Веорот эйлим ме адамим. Так. Это тоже единое выражение. Вот оно. Так. Вот эта штуковина здесь не нужна на самом деле. Это не что иное. Так. Номер фразы, номер 7, да. Бараньи кожи красненые. Ну, это тоже не совсем русское слово. Уж не знаю, почему переводчик его решил использовать. Потому что иначе пришло писать окрашенные в красный цвет. Так. Слово ор действительно через айн, да, означает кожей. Ну, я бы перевел, конечно, не кожа, а шкура по смыслу. Эйлим, аяль, это действительно ран. Ме адамим от слова адом. Адом означает красный. Ма адамим это именно красненный, покрашенный в красный цвет. Дальше. Веорот тхашим. Тоже шкуры, кожи. Слово тахаш. Невозможно перевести, поскольку это некое животное, про которое мы мало чего знаем. Возможно, это животное специально появилось, чтобы шкуры его были использованы для покрытия мешкана. Сминезавета. Вот, возможно, это какое-то из известных нам животных, но мы не знаем, что именно оно в Торе называется тахаш. Дело в том, что когда евреи покинули Святую Землю, да, соответственно, они могли что-то и утерять. Например, как объяснить следующему поколению, которое никогда не видело тахаша, что тахаш – это зверь, который выглядит так-то и так-то. В Талмуде написано, что шкура тахаша была окрашена в разные цвета или имела некий орнамент. Есть мнение, что тахаш – это жираф. Но точно мы это не знаем. Поэтому, собственно, наверное, поэтому перевод… Здесь просто используют еврейский термин – тахаш. Тахаш – кожи, шкуры. Так. Ва-а-цей-шитим. Ва-цей-шитим. Получается дерево шитим. А это действительно дерево. И дерево, и древесина. Что такое шитим? Вот я не знаю, почему переводчик решил оставить еврейский термин. Потому что, по всем мнениям, шитим – это не что иное, как дерево акации. А-цей-шитим во многих других переводах дано, как дерево акации. Далее. Так. Мы дошли с вами до конца фразы номер… Зай-н номер семь. Дальше фраза номер восемь. Ну, посмотрим перевод. И елея для освящения, и благовоние для елея помазания, и для благовонного курения. Вот с этой фразой будет немножко конетельно. Потому что здесь один к одному нет соответствия. Нет однозначного соответствия. Тем не менее, попробуем разобраться. Извините. Слово «вешемен», которое здесь переведено как «и елей», может быть, переведено проще. «Шемен» – это оливковое масло. Оливковое масло – это и есть тот самый елей. Так, дальше. «Ла-маор». «Ла-маор» – «ла» – это для чего-то или к чему-то. «Маор» – от слова «ор». «Ор» через «алиф» – это свет. «Маор» – это освящение. «Ла-маор» – это для освящения. Итак, и елей, и оливковое масло для освящения. Действительно, оливковое масло использовалось в те времена и более поздние времена, как корючее вещество, которым освящали помещения. В частности, знаменитая «менура» – семисвечник храмовый, имела семь лампад, которые заправлялись именно шаменом. Так, именно оливковым маслом. «У-вэ-саммим» – слово «бэ-саммим». В современном иврите, это можно посмотреть в словаре, означает «духи». Но здесь смысл полуговония, потому что объясняется, что это вещества, которые имели приятный запах. «Ла-шэмен» – для елея, для оливкового масла. То есть, на них настаивалось оливковое масло, чтобы оно имело приятный запах. Дальше. «А-миш-ха». «Миш-ха» – это «помазание». Тот же корень «мем-шин-хэт», что в слове «машиях», что означает «помазание». Вот через греческий язык термин пришел в русский, как «мессия», поскольку в греческом нет звука «ш». Ну, как «мошия» стал «моисеем», так «машиях» стал «мессией». «Миш-ха» – это «помазание». «Миш-ха» – это в современном иврите «мазь». Например, лечебная. Что получается? И благовония, то есть вещества, дающие приятный запах, для оливкового масла, предназначенного для помазания. Что такое помазание? Кого мазали? Зачем мазали? Как это связано с «машияхом» – «мессией», которого ждет еврейский народ? Это не входит в мою задачу объяснять. Все это вы найдете в комментариях. Дальше. «Ве ли кторет га самим». Должен сказать, что буквальный перевод этих терминов, если вы возьмете в слово «рит», он мало что вам даст. Слово «кторет» – «ве» – это «и», «ли» – для. А вот, собственно, слово «кторет» – «воскурение» или «курение». Как вот здесь нам дает перевод, так, «благовонного курения». Что это такое? Это ароматные вещества, которые воскурялись на внутреннем золотом жертвеннике. То бишь, клались на пылающие угли, и благодаря тому, что, значит, вещество это сгорало и тлело, поднимался дым, наполнявший помещение, дым, имеющий аромат, да? «Кторет» – это «курение». Так, ну, «воскурение». Сами понимаете, что сигарет, папирос, сигар, трубки тогда не было, даже кальяна не было в эти времена. Так, а теперь слово «а самим». Если мы смотрим, что нам даст словарь, дает значение слово «сам» как наркотик или как лекарственное средство. Но, как ни странно, другой словарь, которым я менее рекомендую вам пользоваться в Google Translate, слово «самим» переводят как «вещество». И действительно, словом «самим» в Торе, в Хумаше, в Танахе, обозначается некие вещества или смесь веществ. Как правило, чаще всего именно смесь благовонных ароматных веществ, которая составлялась в определенных пропорциях именно для «воскурения». Так, смотрим дальше. Нам будет удобно использовать отдельную таблицу. Собственно, у нас осталось два термина. Вот этот и вот этот. Посмотрим текст. Ве авней шохам, ве авней мэлу им. Слово «авней», «ва авней» и. От слова «эвен», «эвен» – это камень. Множественное число «аваним», как ни странно, слово «эвен» женского рода. Но здесь нам это не важно, потому что с этим словом ничего не сочетается. Авней – это камни. Словом «шохам» обозначается «оникс». И что такое «оникс»? Ну, мне кажется, я представляю себе, как выглядит этот камень. Может быть, даже я его видел. Но точно посмотреть можно по комментариям и по иллюстрациям. Авней шохам – камни «ониксы». Может быть, вы помните. Это те, которые располагались на плечах нагрудника первосвященника. И ниже уже прикреплялся, собственно, сам нагрудник. Ве авней милуим. И камни. Что такое «милуим»? От слова «мале». Ле мале – заполнять. Так, посмотрим. Ага, будьте здоровы. Благодарю. Спасибо, Альберт. Мале – это полный. Мелуим – это заполнение. Что такое авней милуим? Здесь дается нам перевод, как камни оправданные. То есть, это… «Малыши» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...